Что значит металлическая бляха на груди немецкого солдата? На фотографиях немецких военнослужащих времен Третьего Рейха периодически встречаются солдаты и офицеры, чей мундир имеет особенное дополнение – металлическую бляху в виде треугольника со скругленными краями и слабо вогнутой верхней стороной. Носилась такая бляха на шейной цепи, а чтобы она не болталась с обратной стороны у нее имелся держатель для пуговицы. Подобные украшения характерны не только для немецкой армии, которой принадлежит бравый хлопец на фото. Вот для сравнения, парадные мундиры российской лейтгвардии начала 20 века, к которым прилагаются очень похожие бляхи, так что же это такое? Ну, с исторической точки зрения это – рудимент, недовымершая часть латного доспеха под названием «горжет» или «ожерелье». У человека между грудиной и горлом располагается небольшая треугольная впадина. Чрезвычайно уязвимое место, толстая кость его не закрывает и любое колотое ранение в эту область штыком или шпагой – смертельно. Поэтому это уязвимое место в латных доспехах закрывало особый элемент – стальной горжет. Его же иногда называют ожерельем. Также первые латные горжеты прикрывали ключицы. Но шли годы, необходимость в доспехах падала и стальные ожерелья начали уменьшаться в размерах. Сначала они прикрывали только верхнюю часть грудины, а потом и вовсе превратились всего лишь в знаки отличия либо элемент парадной формы. Точно так же, как латные наплечники редуцировались в эпалеты, а те в привычные нам погоны. После Первой мировой войны от ожерелья в большинстве армии отказались, ведь это лишняя нагрузка на промышленность, которая и без того с трудом отходила от военного шока. Но вот в Третьем рейхе ожерелье сохранили, хотя носили их отнюдь непростые солдаты. У немцев эта деталь амуниции отличала фельджандарма, служащего особого подразделения ВАФФИНСС, военной полиции. Кроме того, такие же бляхи, но с другими надписями, носили фельдъегеря, солдаты и офицеры железнодорожной охраны и патрульные гарнизонные службы. Правда, на Восточном фронте немца с таким украшением можно было встретить нечасто. Они очень быстро поняли, что русские разведгруппы, выходя за языками, предпочитают хватать бляхоносцев в первую очередь. Жандарм по долгу службы много знает, да и охранник крупной железнодорожной станции может рассказать массу интересного. Поэтому в полевых условиях такие бляхи жандармы обычно снимали, демонстративно нося их лишь тогда, когда чувствовали себя в безопасности. Спасибо за просмотр. Пока.